В Кыргызстане ежегодно регистрируется около 5,5 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Республика занимает первое место среди стран Центральной Азии по количеству смертей от рака. Раннее выявление заболевания может быть достигнуто благодаря повышению осведомлённости населения о ранних признаках рака, регулярного профилактического осмотра и скрининга. «Кыргызстан с 2022 года начал вакцинацию у девочек, так что результаты, конечно, будут не завтра, не послезавтра, а через несколько лет, когда эти девочки, которые были вакцинированы, уже будут в таком возрасте, когда появляется рак шайки матки, они будут защищены от этого недуга. Вирус папиллома человека, он очень распространён, он передаётся половым путём, и то есть очень важно, чтобы это происходило, вакцинация в раннем возрасте до половой активности». Болезнь, протекающая без симптомов, часто остаётся незамеченной, так как многие чувствуют себя здоровыми. Раннее выявление рака играет ключевую роль в успешном лечении. Одним из эффективных методов становится вакцинация девочек против вируса папиллома человека. Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ищинопысова подчёркивает, что эта мера направлена на предотвращение рака шейки матки и лечение предраковых состояний. «Ежегодно по статистике 600 женщин у нас заболевает, 300 умирают. И эту тревогу ещё в 2017-2018 году побили наши онкологи, акушеры, гинекологи и предоставили рекомендацию для Министерства здравоохранения, чтобы была первичная профилактика. Это первичная профилактика, это вакцинация наших девочек с 9 до 15 лет. И поэтому по рекомендации, научно-технической группы экспертов по иммунизации в 2019 году стране была рекомендована вакцина в 11 лет наших девочек. Также мы не хотели пропустить девочек 12, 13, 14 лет и провели одномоментную кампанию. И сегодня мы с большим удовольствием говорим об охвате. Если мы запланировали 270 тысяч девочек, мы охватили 240 тысяч, это 72% первой дозой и 62% второй дозой. Также в этом году, которые были в плане в 11 лет, мы также охватили более 70 и 60%. Следует отметить, что с помощью иностранных доноров женщины проходят бесплатное обследование с целью профилактики онкологических заболеваний. Ежегодно такая возможность предоставляется в каждом регионе страны, а также в Национальном центре онкологии в Бишкеке. «В нашей стране очень много женщин, которые сталкиваются с этими проблемами. И можно отметить также, к сожалению, высокий процент женщин, умерших в течение года. С момента установления диагноза 25,4%. Мы видим, что вот в этом основная роль – это необходимость осведомленности. Чем раньше женщина обращается к медицинским работникам, тем более грозные осложнения можно предотвратить». Основная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к важности ранней диагностики, раннего лечения и профилактике рака. В этом году упор сделан на профилактику двух наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин репродуктивного возраста – рака шейки матки и рака молочной железы.